Есть очень хорошие народные традиции после торжественных новогодних мероприятий подводить итоги года. Завтра будет опубликован мой материал «Итоги 17-го и задачи на 18-й правде Советской России» у нас на сайте. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели, используя свои средства информации, выразили нашу точку зрения. Коротко хотел бы сказать о следующем. Если взять социально-экономические итоги, то они не просто неутешительны. Кризис, масштабный кризис, который охватил страну в 2014 году, перерос в новую фазу и в новую стадию. По сути, вся обрабатывающая промышленность за прошлый год провалилась. Впервые ее суммарные показатели сократились на 4%. Это самый худший результат за последние 8 лет. Что касается прибыли, она сократилась на 10%, строительстве почти на 30%. Если взять так называемые инновации и модернизации, здесь положение еще хуже. Обещали, что этот показатель достигнет 30% от всех предприятий. Он не повысил и 10%, составил около 9%. В печальном состоянии и демографии, если посмотреть классические русские области, то рождаемость в полтора раза меньше, чем смертность. И этот негативный процесс нарастает, несмотря на обещания власти решить эту проблему. Что касается бедности, она разрастается во всех слоях населения. И прежде всего среди работающих. Впервые за всю историю России работающий человек не может прокормить свою семью. Если взять те, кто получает до 20 тысяч в месяц, то они составляют 46%, то есть каждый второй по сути является нищим. Мы считаем, что минимальная зарплата должна быть 25-30 тысяч рублей, что и соответствует на сегодня прожиточному меню. Очень внимательно просмотрели еще раз выполнение 11 указов президента. Только указ, связанный с безопасностью, в основном выполняется. Все остальные указы провалены с треском. Особенно провален указ, связанный с ростом производительности труда. Обещали, что за 5-6 лет она вырастет примерно полтора раза. Производительность труда росла не более на 1-2% в год. Тем самым практически все топчется на месте. Вроде порадовались в середине прошлого года, что начинает расти ВВП. Но к концу года он опять сполз до 1%. Итак, если посмотреть ситуацию в рамках мировой геополитики, где вроде мы заявляем о том, что во внешней политике у нас есть некоторые успехи, в конце прошлого года господин Трамп, представляя концепцию национальной безопасности, официально заявил, что главными противниками, а точнее врагами для нас является Китай и Российская Федерация. Но здесь очень важно оценить ситуацию, чем мы можем ответить на этот реальный вызов угрозы. Эта угроза вчера материализовалась в виде стаи дронов, которые напали на нашу военную базу. Без управленческих структур американских эта акция была фактически невозможной. Итак, китайский дракон за последние годы демонстрирует самые высокие темпы развития экономики в мире – 7,5%. По сути дела, китайская экономика стала второй в мире, в ближайшие годы станет первой. Я бы посоветовал всем нашим руководителям, еще раз заявляя не только о стратегическом партнерстве с Китаем, внимательно посмотреть доклад Си Цзиньпиня на 19-й съезде Кумпартии. Это программа на ближайшие 30 лет. Ее основные элементы – это подлинная модернизация всей экономики, вложение почти 500 миллиардов долларов в суперсовременные технологии, будь то робототехника, станкостроение, биотехнологии или электроника. Это означает, в принципе, что если мы не будем развивать подобные отрасли, мы превращаемся в сырьевой придаток не только Запада, но и Восток. Более того, китайская Кумпартия поставила задачу полностью вывести страну из бедности, там 43 миллиона, это около 3%. В ближайшие три года, то есть к столетию Кумпартии, к 2021 году, Китай решит и эту проблему. У нас бедность средненаселения продолжает нарастать фактически 38 месяцев подряд, население теряет свои доходы и продолжает нищать. Ее покупательная способность не только снижается, население полезло в массовом порядке в долги, нахватало кредитов 12 триллионов рублей, а это означает, что уже каждый третий, четвертый не может платить по кредитам. Это петля, которая с каждым днем затягивается все ту же на шее трудового народа. Если посмотреть систему, связанную с социальной политикой, то у нас надежды на изменение ситуации к лучшему в 2018 году и в последующем практически нет. Прежде всего, надо проанализировать, а как мы будем реализовать тот бюджет, который подписал президент. Этот бюджет фактически проложает политику обнищения и деградации. Если взять базовые ключевые направления, связанные с развитием экономикой и социальной сферы, они уже в 2018 году будут урезаны на 17%. Это касается фактически всех ключевых отраслей. Надежды при таком бюджете на изменение ситуации нет. Если посмотреть внутриполитическую обстановку, то самое удивительное, несмотря на полный провал основных показателей, партия власти не желает признавать, что страна находится в глубоком системном кризисе, не желает менять курсы политики. А президент, подводя итоги, сказал, что у него хорошее правительство, которое успешно справляется с проблемами, правительство, которое провалило фактически все его майские указы. В противовес этому наша команда подготовила программу «Десять шагов достойной жизни». Мы в течение всего прошлого года предлагали партии власти ее обстоятельно обсудить на всех заседаниях. Под эту программу готов большой пакет законов. Партия власти отказалась. Мне думается, в ходе предстоящих президентских выборов им от этого не отвертеться, хотя они выборы топят в демагогии Жириновского, в гламуре дамы от дома два, но граждане страны требуют реальных изменений и требуют публичных дебатов. Поэтому мы, я как руководитель штаба Высшего народно-патриотического совета, предлагаю президенту Путину провести полноценную дискуссию по выводу страны из кризис. Мы подготовили 20 реальных шагов по решению этой проблемы. Один из важнейших шагов направлен на то, чтобы все богатства и недра страны работали на каждого человека, а не на кучку упырей в лиц виде олигархов и жирных котов. Богатства должны служить каждому народу. И в этой связи подготовили несколько проектов законов, которые в ближайшее время вновь внесем. Это закон о национализации минеральной сырьевой базы, который обязан служить всем гражданам. Сегодня она служит на 15 карманов. Мы считаем, что только решение этой проблемы прибавит к казну минимум 3-4 триллиона рублей. Необходима национализация базовых отраслей производства и прежде всего тех, где формируется ценообразование. Я считаю, что это решение не только назрело, но и перезрело. Готов проект закона о прогрессивной шкале налогов. В шкале налогов, которая свойственна ведущим странам в мире. Высшая планка налогов, тех же у американцев, англичан, французов, немцев, от 40 до 45 процентов. Мы считаем, что такая шкала налогов должна быть введена и в нашей стране. Я уверен, что 9 десятых граждан поддержат эти предложения. Давно перезрело решение о введении госмонополии на спиртоводочную промышленность и табак. Этот проект закона готов, и мы его тоже внесем. Принципиально важно обеспечить защиту граждан и их социальных завоеваний, которые им дала советская власть. Прежде всего, вернуть право на 8-часовой рабочий день. Мы почти 200 лет сражались за это право. Сегодня у каждого второго это право нарушено. Право на первое рабочее место, особенно для тех, кто окончил учебные заведения. И это право выброшено из нашей Конституции и не гарантирует молодому поколению нормальной работы. Те, кто окончил с красным дипломом в прошлом году, каждый второй не работает по специальности. Принципиально важно поддержать социальную сферу, без которой не может быть никакой модернизации. Это вложение 7% расходной части бюджета в науку, столько же в образование и столько в здравоохранение. Когда вам заявляет партия власти, что мы занимаемся популизмом, это чистая болтовня. Популизм заключается в совсем другом. Он заключается в том, что олигархия опять готова дать любые послабления, что олигархия по-прежнему платит за такие же налоги, как и нищие в государстве. И популизм заявляется в том, что ставка на нефть, ключевая, расчетная, 40 долларов, фактически она сложилась в конце года 1967. Это означает, что дополнительные доходы в казне будут примерно полтора триллиона рублей. Это огромные деньги, которые можно спокойно вложить и в науку, и в образование, и в социалку, и в зарплаты, и в пенсии, и в стипендии, и получить соответствующую отдачу. Если речь идет об эффективности, еще раз предлагаем вернуться к закону о народных предприятиях. Мы его принимали после дефолта вместе с Примаковым и Шлюковым. Этот закон оказал самое благоприятное воздействие на развитие нашей экономики. Образцовым предприятием в этом отношении является вхоз имени Ленина Грудинина Павла Николаевича. Мы его выдвинули к кандидатам в президенты. Наш кандидат достойно ведет выбранную кампанию. Он предложил вместе с штабом реальную программу и пакет законов. Но вместо этого партия власти опять спустила всех своих борзых собак. И обращаюсь к президенту, как гаранту Конституции, закончить надо эту вахканалью позорную, омерзительную, унижающую президентские выборы и главу государства. Когда официальные средства массовой информации в течение всех зимних каникул превращаются в информацию, это только о нем, то это унижает и президента, и всех нас вместе взят. Мы считаем, что должны быть полноценные дебаты, и мы, команды, готовы к этим дебатам. Мы выставим команду по проблемам, связанных с народным образованием, здравоохранением и всей социальной сферой. Команду, которая предложит экономическую, качественную, иную политику и проект законов. И команду, которая гарантирует меры по национальной безопасности. Завершая свое выступление, хочу вам напомнить. Я два года борюсь за сохранение института, который разрабатывает систему управления, в том числе и боевыми, раевыми подгруппами. И что вы думаете, без конца душит это одно из важнейших научных учреждений, которое обеспечивает нам будущее безопасности. Нечто похожая картина была с Тополем М, который мы вместе с Масляковым большим трудом сохранили, организовав кооперацию 650 предприятий. Точно похожее было с авиационной промышленностью, когда завод, который выпускает колесные пары и шасси единственной в стране, обеспечивал 15 авиационных заводов это предприятие, чуть не удушились с помощью иностранной спецагентуры. То же самое было с ракетно-космической техникой, когда единственный завод, который производил радиопрозрачные материалы, чуть не убили только для того, чтобы парализовать нашу космическую промышленность. Я считаю, что нужны экстренные меры после всерашнего случая, потому что это реальная угроза для любого гражданина. Если под видом басмачей, преступников, всяких бандитов и террористов можно запускать стаю, оснащенную зарядами, то завтра вам принесут не только боезаряды, но и химические вещества, и все, что угодно. Это угрожает и Центром управления в стране, и каждому гражданину. Мы считаем, что та программа и тот курс, который проводит российское правительство, не соответствует вызовам времени и требует максимальной корректировки. Президентские выборы, реальная возможность скорректировать эту политику. Но для этого нужны нормальные дебаты и соперничество команд, а не грязный пиар и мерзопокосные выходки, которые сегодня сочатся из многих источников информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова